Эрих Мария Ремарк В романе «Триумфальная арка» с нами поделилась Инна Утешева. Не стану исключением, если скажу, что Ремарк – гений. Хоть я и небольшой поклонник зарубежной классики, а тем более литературы писателей потерянного поколения, к которым Ремарк относится, но «Триумфальная арка» меня покорила. Действие происходит в 30-х годах прошлого столетия. Прототипом главного героя, беженца из Германии, стал сам Ремарк. И в романе есть несколько сюжетных линий. Любовная, профессиональная, линия мести и показана жизнь беженцев. И все это происходит на фоне надвигающейся Второй мировой войны, что придает роману тон такой страдальческой безысходности и безнадеги. Вообще у Ремарка была яркая антивоенная позиция, которая красной нитью проходит по всем его произведениям, в том числе и по «Триумфальной арке». И вот как раз-таки рассуждение героев, гуманизм главного героя, его образ мыслей мне крайне импонирует в романе. Я для себя это нашла самым интересным и, наверное, главной темой романа. В романе показана очень яркая изнанка парижской жизни того времени. Это нелегальные аборты, проституция, иммигранты, беженцы, нелегалы. И все это преподнесено очень детально и очень реалистично. Иногда реалистичность заводит тебя настолько глубоко в сюжет, что кажется, что ты не только находишься среди этих героев в этом пространстве, а кажется даже, что ты чувствуешь запахи. Любовная история совсем не прониклась. И если отношения главных героев вызывали у меня какие-то эмоции, то скорее отторжение. Известный факт, что «Триумфальную арку» Эрих Марири Марк писал в период своего болезненного романа с Марлен Дитрих. И она его, так мягко говоря, уязвила. И стала прототипом главной героини, Жоанна Ду. И тут у меня к Ремарку возникают вопросы. Либо он Марлен Дитрих совсем плохо узнал, либо наделил свою героиню намеренно самыми плохими ее качествами. И мне искренне не хочется верить, что Ремарк действительно принимал отношения, которые описаны в романе, за настоящую любовь. То есть героиня мне абсолютно не откликнулась. Те отношения и переживания, любовные перипетии, которые там показаны, мне абсолютно не близки. В целом роман такой грустный, трагичный. Но я бы не сказала, что он депрессивный. Хотя принято считать именно так. Я бы назвала его о жажде жизни, о надежде и о том, что даже в самых чудовищных и, казалось бы, безысходных и неотвратимых ситуациях, человек все равно выбирает, какой жизнью ему жить. Несмотря на весь трагизм романа, особенно в кульминации, я вместе с главным героем в конце почувствовала какое-то облегчение. И вообще показалось даже, как будто бы на страницах стало светло. И вот мне бы хотелось зачитать один из маленьких отрывков об этом. Горизонты слились, и на один таинственный миг чаши бытия уравновесились. Судьба не всесильна, если противопоставить ей спокойное мужество. А если не хватит сил, можно покончить с собой. Утешительно помнить это. Но еще важнее не забывать другое. Покуда ты жив, ничто еще не потеряно. Меня книга заставила переосмыслить некоторые вещи и чаще задавать себе вопросы, правильно ли я поступаю. Эрих Мария Ремарк к прочтению рекомендую всем. Очень актуально в наши дни. Но взрослого поколения скорее не проникнется, так же, как и я, любовной историей. А вот в юношеском сердце она найдет более сильный отклик. Редактор субтитров А.Семкин